Последствия фашистского геноцида на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны – масштабная трагедия белорусского народа. Ежедневно органы прокуратуры вскрывают все новые факты, совершенных нацистами злодеяний. Историю стертых с лица земли населенных пунктов Брестской области на диалоговой площадке «Память поколений», «Участимся школ» и других учреждений образования города Бреста рассказал на встрече сотрудник прокуратуры. Горькая правда, о которой должен знать мир. Основная задача – каждая встреча людей в погонах с подрастающим поколением. События последних лет говорят о том, что подрастающие поколения мало интересуются историей. Безусловно, данное мероприятие способствует тому, что дети вовлекаются в историю в интересных для них формах. Черпать историю немаловажно из достоверных и правдивых источников. В настоящее время, с учетом развития глобальной компьютерной сети, к сожалению, не вся та информация, которая преподносится для детей, является достоверной. В 2021 году, в апреле месяце, Генеральной прокуратурой возбуждалось уголовное дело о геноциде белорусского народа. Стоит отметить, что не только само расследование, цель данного уголовного дела. Активно принимаются меры для создания научных материалов, осуществления новых раскопок мест погребения незаконно убитых граждан нашей страны. Данный диалог поколений позволил познакомить учащуюся молодежь с фактами о произошедших в годы Великой Отечественной войны преступлениях. Ведь сегодня особенно важно знать и помнить историю, чтобы не допустить повторения страшных событий. Тема геноцида сама по себе очень важная тема. И я считаю, мы должны помнить, чтобы не повторить того, что произошло. Это зверство действительно. Каждый человек, который хотя бы раз изучал эту тему, хотя бы вскользь, понимает, насколько это было страшно. И современная молодежь часто не понимает масштабов этой трагедии, и часто не уделяет какого-то внимания изучению этой темы. Но я считаю, что молодежь должна знать больше об этом. В этой памяти много боли и страданий. Вторая мировая была не просто войной. Она стала истреблением славянских народов. Священный долг всех белорусов – помнить самим об этих событиях, а также не давать другим забывать или тем более искажать правду об истории нашей страны. А потому юноши и девушки школ приняли участие в проекте, который направлен на сохранение исторической памяти. Тема, в принципе, геноцида очень важна как для нас самих, как для нашей школы. И наша школа прививает нам желание чтить память и понимать всю важность этой темы. Поэтому при выборе темы проекта мы не сомневались, что мы можем написать. Плюс ко всему нам помогали наши учителя истории. Они действительно профессионалы своего дела. И они нам помогли составить важные понятия о геноциде как для самого проекта, так и для себя. Геноцид – сколько боли и страданий в одном слове. Вторая мировая была не просто войной. Она стала истреблением не только еврейского народа, но и славянского. Священный долг всех белорусов – помнить самим об этих событиях, а также не давать другим забывать или тем более и сказать правду об истории нашей страны.